Наверняка, если вы прошли игру, то вам захотелось узнать больше тайн, которые хранит инскрипшн. Привет, с вами инсекторат, и сейчас я расскажу вам все интересные моменты, которые мне удалось отыскать в первом акте игры. Оголодавшие выжившие собрались у костра и приглашают погреться одного из ваших существ. К счастью, их можно перехитрить, но об этом они узнают слишком поздно. Помните, когда мы впервые получаем кольцевого червя? Леший говорит, что истинную ценность этого существа мы узнаем позже. Так вот, для получения выгоды нам нужен тот самый кольцевой червь. Оставляем его греться у костра до начала кровавого пира, когда выжившие накидываются на животное и разрывают его на куски. При следующем посещении поселения выживших становится известно, что живых людей тут не осталось, и вероятно, они съели что-то не то. Но костер все так же полыхает в их отсутствии, благодаря чему мы можем максимально прокачать наше существо без риска его потерять. Шкаф, ключ от которого мы находим в сейфе. Суть головоломки заключается в том, что мы должны представить, будто играем партию с лешим, и атака наших карт при правильной комбинации должна наносить 5 единиц урона. Для этого нужно учитывать особенности каждой из ячеек. Если вы сами не хотите раздумывать о нужных комбинациях, вот вам готовое решение. В одном из ящиков мы находим карту волка в клетке, и каждый раз нам намекают, что с ним нужно что-то сделать. Для этого просто подставляем его под удары противника, в результате что-то происходит, и мы получаем карту волка, а также находящаяся возле лешего статуэтка волка в клетке освобождается от оков, и ее можно переместить в механизм с белкой, после чего белка разжимает лапки, и мы получаем кинжал. Картина. Каждый новый забег меняет на ней изображение. Суть в том, чтобы каждый новый забег повторять расположение и вид карт, изображенных на картине. Всего таких этапов 3. Повторюсь, для выполнения нужно каждый раз начинать новую игру новым соискателем, то есть умирать после выполнения нужной комбинации. Итак, после выполнения первой комбинации получаем цветочный горшок, он даст возможность нам заменить один раз набор карт при их выборе. Второй этап вознаградит нас третьей свечой, тем самым увеличив количество жизней. Выполнение третьего задания немного меняет геймплей. Карты белок будут заменены на пчел, которые имеют характеристики 1-1 и обладают свойством полет, то есть атакуют, минуя карты противника. Кинжал, полученный из лапок белки, дает возможность вырезать себе глаз и отправить его на весы. Но это не главное. После сражения Леши предложит выбрать глаз на замену. В его ларце мы можем получить глаз самого Магнификуса. Правда о том, что это именно его глаз, мы узнаем гораздо позже. После выбора глаза, в часах кукушки путем расстановки стрелок часов по видимым меткам можно получить карту малорослого волка, он же Магнификус, и пленку для фотоаппарата. Козлиный глаз из ларца Лешего. Использовав его для замены вырезанного, можем заметить, как меняется иконка карты козы. Для нас она теперь становится более привлекательной и милой. В один из моментов пополнения расходных предметов нам может попасться непонятная и странная при первом прохождении зеленая слизь. Но теперь-то мы знаем, что это один из учеников Магнификуса. От него мы узнаем, что он потерпел поражение от рыболова. Также он упоминает своего освобожденного хозяина, пленку полученную из часов с кукушкой и легендарный фотоаппарат Лешего. При посещении на карте точки с перечеркнутым прямоугольником и принесении в жертву одного из животных, в начале последующих боев будут даваться бесплатные кости, а в хижине Лешего появится череп костяного лорда, у которого загораются глаза от частых использований на нем указателя мыши. Если же преподнести костяному лорду превосходную жертву, например черную козу, он будет чрезмерно доволен и вознаградится искателя аж восьмью костями в начале сражения. Получить кольцо из часов с кукушкой можно с первых же минут, выставив время, которое вы видите на экране. Оно пригодится перед финальным сражением с Лешем для получения бонуса со 100% шансом. Кстати, ранее упомянутую манипуляцию с получением малорослого волка и пленки можно провернуть только после получения глаза магнификуса. В бою с охотником, после того как у него гаснет первая свеча, если обратить внимание, то можно заметить, что маска охотника и маска торговца пушниной являются одной и той же, просто перевернутой. Да, вы можете сказать, что эта мелочь ни на что не влияет, но как по мне, это весьма интересно. После победы над Лешем в комнате, где он складирует своих жертв, за ящиками можно заметить тела магнификуса и поза, а до этого их личные предметы мы могли заметить на стене возле книги, инструкции для соискателей. Возле сейфа расположены фигурки соискателей, количество которых увеличивается с каждой новой смертью от рук Лешего, а также в определенный момент есть шанс найти под ними карту со скелетом, сидящим за компьютером и цифровым кодом. Об этой карте, кстати говоря, мы сможем узнать больше в третьей главе игры. Там же возле сейфа в начале игры и в другой случайный момент, ну по крайней мере мне так показалось, можно наблюдать руки Лешего, а также на секунду появляющегося бота-фотографа, опять же из третьего акта игры. Если после каждого забега вы будете тушить свечу, находящуюся возле шкафа с головоломками и повторите это действие три раза, сможете получить карту дыма, нажав мышкой на стеклянный предмет, висящий на шкафу, в котором собирался дым от каждой погашей свечи. Карта дыма будет появляться в озурке перед сражением с боссом. Клоп вонючка, горностай и малорослый волк с каждым поверженным боссом меняют свой облик, становясь похожими на самих себя, а во внешности малорослого волка мы видим еще одно подтверждение того, что Леший лишил Магнификуса глаза, однако после того, как он меняет свой внешний вид, это становится практически незаметно. Если данное видео вам понравилось и вы хотите узнать секреты и тайны 2-3 акта, напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok